и снова здравствуйте дорогие участники конференции digis онлайн с вами снова я антон гораев мы сейчас будем продолжать разговаривать про цифровые реальности и отечественные продукты перед тем как начать выступление хотел бы поблагодарить вас за большое количество вопросов которые задали к первой части сохраняйте такую же активность обратная связь для меня очень важно я вижу вашу заинтересованность и так мы продолжаем здесь мои контакты если на какие-то вопросы я не успею ответить вот электронная почта на которую смело можно высылать любые вопросы связанные с теми продуктами о которых я говорю на все постараемся ответить максимально развернуто и так вторая часть моего выступления посвящена уже отечественному продукту и он называется metal desk от компании metal в первой части выступления я расскажу о том кто такие metal откуда они родом и какие продукты они могут представить рынку во второй части мы поговорим о контенте в третьей посмотрим как это выглядит на практике на примере разнообразных демонстраций и небольшая заключительная часть с традиционными ответами на ваши вопросы итак начнем metal это российская компания родом из города воронеж то есть это настоящий стопроцентный российский продукт от стопроцентно российской компании ни копейки иностранных средств в них не вложено компания работает уже более 15 лет из 2012 года они являются постоянными резидентами фонда сколково со дружестве с сколково они разрабатывают свои программно-аппаратные продукты на данный момент этих продуктов три глобально первое это metal box голографический стол второе это metal desk направленный на систему образования которым мы сегодня будем говорить и третий продукт это анти-латенси маркеры для отслеживания положения пользователя в виртуальном пространстве в нашем случае мы сегодня будем говорить про продукты для образования и это metal desk за годы своей работы metal зарекомендовал себя самые лучшие стороны как для корпоративных пользователей так и для системы образования как специализированных технических школ среднеобразовательных общеобразовательных средних так и высшего образования среди клиентов metal в россии можно назвать росэнергоатом росатом министерство обороны российской федерации российские железные дороги ряд вузов правительство москвы школы в регионах и многие многие другие также ранее с метлом сотрудничали многие дистрибьюторы программного обеспечения и учебного оборудования в российской федерации но в 2022 году мы можем с гордостью заявить что являемся эксклюзивным дистрибьютором данных продуктов в россии то есть мы поддерживаем свое направление на эксклюзивную дистрибьюцию и так резиденты фонда сколково что собственно они могут предложить рынку рассматривая в прошлом блоке оборудование z-space мы упоминали принцип dice который описывает для чего нужны расширенные цифровые реальности в учебном процессе это то что невозможно опасно дорого контр продуктивно и так далее собственно концепция голографического контента metal desk вполне поддерживает эту стройную теорию которой уже не один год и продолжает развиваться в этом же русле соответственно те объекты которые мы не можем рассмотреть без специализированных устройств микроскопа рентгеновского аппарата не знаю телескопа или даже полета в космос чтобы рассмотреть какие-то галактики позволяет metal desk создать виртуальную симуляцию голографическую чтобы это рассмотреть затем ну опасно дорого взрывы ядовитые производства химические какие-то элементы том числе и радиоактивные может быть разбор механизмов которые опять таки можно посмотреть in action в действии если бы мы находились рядом с разобранным но работающим механизмом это опять таки было травмоопасно и так опасно дорого невозможно контр продуктивно образовательный контент metal desk а в отличие от всех других конкурентов настолько же российский как и сам продукт то есть на сто процентов в данный момент разработаны образовательные голографические макеты по шести основным школьным предметам физика химия биология история геометрия астрономия плюс есть еще один дополнительный виртуальный музей механизмов леонардо да винчи который можно использовать ну например в дополнительном образовании эти семьсот шесть дисциплин в них сейчас 752 макета но как говорили в одном известном мультфильме бесконечность не предел количество в библиотеке пополняется в среднем каждые полгода далее макетов будет больше что немаловажно эти макеты появились не просто так разработчики metal desk проводили опросы среди действующих учителей в российских школах на тему каких непосредственно демонстрационных моделей не хватает учителям для грамотного и развернутого дополнения своего учебного плана на основании собранных данных ставилось задание программистам 3d модулерам тем кто занимается разработкой непосредственно движка unity создавались эти модели которые сразу можно было использовать в учебном процессе и в этом году мы с гордостью можем сказать что помимо разработки для простите конкретных в госов в школах комплект metal desk дополнился методическим пособием по использованию данных макетов в конкретных учебных планах мы его разработали совместно специалисты группы компании digis наши методисты и представители разработчика вендора следуем далее закрепим простите голографические учебные макеты metal desk нужны для того чтобы продемонстрировать внутренние устройства объектов отобразить на этих объектах методическую информацию то есть это не просто безликие какие-то 3d модельки каждая деталь существенно в этом демонстрируемом объекте может быть аннотирована как собранного так разобранного механизма или объекта показывать объекты в действии как снаружи так изнутри то есть и как крутится колеса парохода и как работает двигатель внутреннего сгорания в момент собственно внутреннего сгорания и не просто показать эти объекты скажем статично или как они работают в записи но в то же время с ними интерактивно взаимодействовать для выбора наиболее нужных ракурсов для понимания учеником того предмета который он изучает двигаемся далее здесь маленький нюанс написано голографическая система два в одном но я вам сейчас постараюсь объяснить почему она не 2 гораздо больше чем 2 то может быть 3 может быть даже 4 в одном и так в первую очередь голографическая система metal desk это устройство для отображения голографической методической информации в учебном плане показа голографических макетов metal desk но в то же время это высокопроизводительный компьютер который имеет достаточные вычислительные мощности для перекрытия абсолютно любых потребностей современной школы и не только школы на самом деле если бы у меня дома был такой высокопроизводительный компьютер я был бы весьма и весьма рад потому что по электронной начинки это процессор не ниже intel i7 16 гигабайт оперативной памяти 6 гигабайт видеокарты и достаточно емкие ssd накопители которые быстро работают понятно что это любой из этих элементов при необходимости может быть беспроблемно заменен более продвинутым скажем так железом помимо всего прочего допустим устарела у вас оперативная память вы докупили новую база скажем так материнская плата позволяет и продолжаете полноценно использовать это устройство в комплекте и она не устареет и так что мы имеем снова по пунктам голографическая система для отображения методических данных мощный высокопроизводительный компьютер на windows который уже предустановлен и может выполнять абсолютно те же самые программы и вычисления которые можно делать на любом компьютере на windows там в современных условиях это нам позволяет заниматься 3d проектированием видеомонтажом дизайном разработкой собственных моделей разработкой игр если есть подобная необходимость то есть разработка под юнити или анриэл энджин и многое многое другое соответственно мы уже перечислили как минимум четыре в одном но хочется сказать что последнее время обострился интерес скажем так руководство страны в принципе министерства образования в том числе и кибер дисциплинам и что немаловажно metal desk как высокопроизводительный компьютер с хорошими характеристиками может выступать в том числе и как класс кибер дисциплин все современные игры даже самые ультра современные будут на нем работать то есть сначала мы днем посмотрели голографические макеты потом пришли на дополнительное образование разработали собственную модель посмотрели ее в metal desk и а потом остались на продленку и можем поиграть там в киберпанк например собственно двигаемся далее от слов к делу собственно хотелось бы продемонстрировать вам принципы работы metal desk а для этого я перейду за компьютер чуть подробнее остановлюсь на его устройстве и принципах взаимодействия с ним и так система состоит из трех основных частей основные части это очки активные 3d очки затворные с инфракрасными маркерами которые испускают сигнал улавливаемый камерами установленными в обвязке монитора соответственно картина на экране монитора фору формирующиеся для пользователя она точно так же как аналогичным z space и генерируется в соответствии с положением головы пользователя то есть мы можем виртуально заглянуть за предмет посмотреть его с разных ракурсов не только взаимодействуя с ним с помощью манипулятора мыши но и просто вращая вокруг него головой соответственно мы надеваем очки очки довольно стильные с огонечками а далее идет процесс обычного взаимодействия с компьютером мы запускаем программное обеспечение ярлыком на рабочем столе запускается все быстро наглядно и попадаем в основное меню в котором нам необходимо выбрать тот раздел в котором мы будем просматривать наши голографические макеты соответственно повторюсь их здесь шесть основных и один дополнительный леонардо да винчи и начать демонстрацию я бы хотел ну наверное с физики как из раздела в котором представлены наиболее предметные и детализованные макеты к сожалению сейчас я буду вам в большей степени демонстрировать свой пользовательский опыт мы не можем полноценно передать нахождение объектов по эту сторону экрана но те кто успел скажем так ознакомиться с возможностями как на этого деска так и сходных решений понимают о чем я говорю и так вот перед нами 3d модель роторного самолетного двигателя по большому счету у меня сейчас складывается полное ощущение что этот объект находится не в глубине экрана а по эту сторону экрана грубо говоря вот над клавиатурой первым этапом взаимодействия с моделью вот если вы сейчас посмотрите я начинаю вращать вокруг объекта головой совершенно не делая ничего руками мышь не трогают и ракурс модели меняется создавая вот ту самую иллюзию иммерсивности погружения в то что объект настоящий и передо мной второй совет соответственно этап взаимодействия это обычный компьютерный манипулятор мышь с помощью левой кнопки можно вращать объекты помощью правой двигать колесиком увеличивать или уменьшать когда мы говорили о том что посмотреть двигатели двигатели посмотреть объекты не разбирая их но понять их внутренние устройства в том числе и в работе мы говорили вот о подобной демонстрации сейчас можно будет увидеть как поршни роторного двигателя работают непосредственно в тот момент когда он запущен чтобы понять механику подобных действий нам пришлось бы наверное обзавестись какой-то громоздкой моделью распиленного двигателя в школе но под каждую конкретную задачу таких моделей не напасешься а виртуальные географические макеты эту проблему естественно снимают собственно если перейти к последующим моделям это скорее более наглядный принцип демонстрации принципа работы определенного двигателя если мы хотим вернуться к более подробным моделям то можем перейти к тому разделу где рассматриваются например гидравлические турбины и здесь мы видим уже работающий механизм в действии не просто как какую-то условную картину а как подробный аннотированный механизм в разрезе своих деталей соответственно при взаимодействии с объектом мы можем увеличить чтобы что-то рассмотреть лучше все аннотации сохраняют положение в пространстве для удобства пользователя то есть они не просто отворачиваются а вот разворачиваются вслед за нами данные тип отображения информации хорош тем что вовлекаясь вот в эти по большому счету это геймификация учебного процесса и вовлекаясь в нее ученик волей-неволей начинает глубже погружаться в вопрос во первых визуальное восприятие информации дополняется игровым что дает эффект синергии и скажем предмет запоминается как бы лучшей синергии это когда из двух составляющих третье получается более выгодны чем просто они по отдельности так хотелось бы продемонстрировать вот различные срезы этой турбины различные ее составные части то есть вот допустим если в рамках лабораторной работы здесь и изучаются подобные вещи мы можем подробно доходчиво рассмотреть многие детали чего никогда не смогли бы сделать теоретически на плакате по крайней мере увидеть это настолько наглядно немножечко еще уделим внимание этому макету и перейдем далее по большому счету вот пять срезов и полное устройство механизма перед нами пока мы переходим к следующей скажем так модели хочется отметить удобство навигации в меню metal desk потому что она подробная она наглядная его не нужно где-то искать в скрытых вкладках все составляющие части подписаны и там где необходима аннотация модели они соответственно еще и аннотированы вот наверное в на примере магнитного поля будет наглядно понятно как это выглядит то есть движение магнитных полей от полюса к полюсу поймаю вот например аннотированное описание голографического макета по магнитным полюсам в других разделах в описательной части могут быть лабораторные задания могут быть просто формулы которые необходимы там или уравнение которое необходимо посчитать и многие другие методические потребности что интересно это то что контент разрабатывается как бы не раз разработался и о нем забыли он может дополняться он может быть уточнен при условии наличия обратной связи от конечных пользователей от учителей от школьников от педагогов дополнительного образования и мы будем очень рады обратной связи как в принципе заинтересованным пользователям из числа наших клиентов так и тем у кого подобное оборудование уже есть соответственно перешли мы в раздел фотосинтеза здесь в виде анимированного опыта показан принцип выработки энергии в растительной клетке то есть солнечный свет попадает на клетку крахмальные зерна ну через в общем вырабатывается энергия из сахара и кислорода те кто биологию знают лучше меня или помнят меня вот конечно сейчас могут поправить но тем не менее наглядность данного опыта перед вами если перейти далее то только по описательной части здесь есть галографические макеты по устройствам бактерий различных глаз человека из раздела анатомии по ботанике цветы и их там органоиды строение клетки днк нуклеиновой кислоты череп человека не клеточные формы жизни многое другое соответственно в той методической информации о которой я говорил рекомендации по использованию всех этих макетов в том числе и по биологии уже есть и доступны будут поставки начиная с конца мая 2022 года то есть как на это лдске так и методички к ним немаловажным разделом опытов который точно никак не получится посмотреть своими глазами особенно интерактивно с ними провзаимодействовать является астрономия потому что это макрообъекты в космосе которые человеческим взором охватить сложно в телескоп чтобы рассмотреть нужно потратить очень много времени и там скажем посвятить жизнь рассматриванию астрономических явлений в то же время виртуальная голографическая симуляция нам позволит сделать это прямо не выходя из класса но для начала небесная сфера это из раздела истории астрономии и далее в том числе взаимодействие уже не мышкой а клавиатурой и мышью мы можем просмотреть различные примеры макетов по этому интересному предмету кульминация светил полюса горизонты нижние кульминации верхние надиры зениты и тысячи тысячи других примеров и они не просто статичный повторюсь мы можем их рассматривать и так по астрономии вот особенно наглядно было бы увидеть например солнечная система вот к нам приходят вопросы коллеги спасибо большое за активность я в конце постараюсь уделить буквально пять минут шесть чтобы ответить на них все максимально развернуто вот по астрономии хотелось бы показать строение солнца этого человек увидеть своими глазами не сможет никогда потому что во первых солнце большое и горячее во вторых она не разрезан но тем не менее на этот деск позволяет нам добиться таких результатов следуем далее ну из интересного наверное можно показать суточное движение светил по астрономии это уже было так секунду видимое движение фазы луны вот подобный макет как движется с какой скоростью вращается солнце вокруг своей оси с какой скоростью вокруг него вращаемся мы с вами на планете земля и наш верный спутник луна которая куда-то спряталась вот собственно ну в принципе хотелось бы прямо сейчас перейти к вопросам чтобы не упустить какие-то важные моменты секунду так так начинаем по видеокартам видеокарта geforce на данный момент родион не поддерживается но в прогрессе это будет так давайте я по контенту сейчас отвечу на именно по контенту на вопросы а по железным составляющим наверное оставим на завершение почему модели проработаны с разными подробностями тут детальность проработки моделей зависит скорее всего не скорее всего фактически от того насколько детально нам нужно показать устройство того или иного механизма например если нам достаточно показать его принципиальные устройства и не показывать песчинку ржавчины там налево его поверхности зачем тратить лишние ресурсы если это не даст никакого дополнительной пользы в то же время если перейти в раздел например исторических моделей посвященных в том числе и великой отечественной войне там мы можем увидеть что проработка моделей более детальны сейчас я вам продемонстрирую о чем я говорю вообще с точки зрения разработки контента и модели голографические макеты metal desk можно сравнивать с производством компьютерных игр но раз направленных не на развлечения и то чтобы потратить какое-то время развлечься а именно на изучение там дополнительных каких-то предметов по школьным темам вот например вернемся к детализации вот у нас есть знаменитый танк т-34 и если я его увеличивают то мы видим степень детализации прям исторически достоверную в то же время если мы рассматриваем условную клетку которая в растении вырабатывает какие-то фотосинтезирующие моменты то мы во первых ее детализировать художественную достоверно не сможем но сможем показать ее принцип соответственно детализация зависит напрямую от потребности конечного пользователя и целесообразности временных и технических затрат на то чтобы это показать так переходим так еще по моему вопросы были так 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 а спрашивают очки с активными затворами не приспособлены для людей с плохим зрением они не смогут одеть эти очки поверх своих выход только линзы отчасти соглашусь с этим утверждением но в то же время могу продемонстрировать что я например сам ношу очки и допустим не самые громоздкие но тем не менее надевая поверх них очки metal desk я могу спокойно взаимодействовать с контентом они не слетают и не жмут одни на других запас по размерам есть надеюсь ответил на ваш вопрос так далее спрашивают на что похоже похоже на z space на чем основана технология отслеживания metal desk и в чем отличие от z space очень хороший вопрос я как говорил про z space z space три камеры отслеживают пять пассивных маркеров на обычных пассивных очках это имеет свои плюсы но в то же время может возникать несколько некоторая плавность или заторможенность картинки а технология metal работает схожим образом но чуть-чуть по-другому вот эти синие огонечки которые да они горят которые представлены на очках это два активных инфракрасных маркера которые отслеживаются уже не тремя а четырьмя камерами на мониторе плюс для синхронизации активных затворов в очках то есть каждый глаз видит свою картинку затворы работают попеременно существуют два инфракрасных маркера на самом мониторе которые позволяют синхронизировать эти затворы должным образом чтобы мы видели правильно сгенерированную картину таким образом картина генерируется также маркер очки но ноу-хау компании metal и оно такое в мире единственное это то что математический алгоритм программно прогнозирует на 30 миллисекунд положение головы пользователя то есть следующий 30 миллисекунд это не так много чтобы создавать дискомфорт если пользователь будет смотреть в ту сторону но вполне достаточно для очень плавной четкой яркой отзывчивости этих моделей на наши действия и этот же момент компенсирует даже малейшую физиологическую непереносимость именно с точки зрения плавности экрана ну как вот я говорил про виртуальной реальности когда есть эффекты укачивания плохого самочувствия и так далее а здесь этого нет так двигаемся дальше у нас еще осталось немного времени я наверное закончу пока с демонстрации макетов и мы перейдем снова к моей презентации там осталось буквально пара слайдов да нам продолжают присылать вопросы секунду мой кликер и так по следующим вопросам сколько человек одновременно могут работать за одним компьютером к примеру в пятером если это возможно если мы говорим о системе голографического отображения нетал индивидуальную 3d картину сможет увидеть только один человек объясню камеры на мониторе о которых я только что говорил генерируют индивидуальную картинку исходя из двух инфракрасных маркеров если мы выдадим пяти сотрудникам или ученикам такие инфракрасные маркеры система просто-напросто не будет знать под кого она подстраивает картину и один из них будет причем хаотично видеть картину четкую и корректную а остальные остальные в этот момент будут видеть искаженное отображение каких-то странных пропорций это ну наверное некрасиво и неправильно так еще вопросы понятно вдвоем ученик учитель ребенок родитель если мы говорим что один пользователь один наблюдатель потенциально в принципе можно можно но для этого нужно будет две пары очков для того чтобы увидеть 3d картинку и сидеть плотно друг другу чтобы не было гиганты в пространстве между вами разрыва соответственно у ученика 3d картинка и на него реагирует объекты на экране у родителя тоже 3d но она не на него не реагирует есть определенные ограничения в этой технологии но если прям очень захотеть это возможно так можно ли создавать свои модели модели свои создавать можно это непреложная истина вопрос в их интеграции в систему на толдеск если у вас в школе есть ученик с достаточным уровнем или даже кружок учеников например там дополнительное образование с достаточным уровнем знаний в разработке программ под среду разработки unity которая бесплатная кстати для школ то используя software development kit от разработчика ученики без особенных проблем смогут как адаптировать свои разработки для просмотра в системе на толдеск так и разработать что-то новое и если эти модели будут пользоваться существенным успехом и приносить пользу их смело можно будет тиражировать на всю страну чтобы поделиться педагогическим опытом с другими школами второй вариант своего контента это ближайшее будущее в этом году metal desk обещал предоставить и разработать систему просмотра 3d объектов уже готовых как я и говорил из открытых библиотек из платных библиотек разработанных своими силами в основных программах визуализации автокады тинкеркады блендеры майя и многое-многое другое то есть это все будет возможно просмотреть с использованием metal desk of 3d режиме так надеюсь на основные так очки можно купить отдельно спрашивает ксения да ксения очки можно будет купить отдельно ценообразованием на составные компоненты мы поделимся уже в мае когда будет понятно скажем так сколько те или иные моменты на момент поставки по отдельности будут стоить для конечного пользователя и для партнерского канала и последний вопрос последний вопрос наверное будет как производитель сейчас справляется с дефицитом компонентов компьютера связанных с прекращением поставок на рынок рф если проблему обошли посредством метал деск не затронули в этом году как минимум в первой части тех поставок которые были запланированы и обещаны у нас достаточное количество комплектующих есть на складе по поводу новых закупок есть альтернативные варианты логистики как правильно заметили коллеги и вариант удорожания для конечного пользователя в данный момент не рассматривается мы смогли совместными усилиями сохранить цену на прежнем уровне которая заявлялась на момент старта сотрудничества в принципе у меня осталось буквально пара слов я хочу сказать про комплексное решение металл деск составе класса и так это голографический образовательный класс в котором рекомендуется к поставке 12 комплектов оборудования 11 для учеников и один для учителя с которого что немаловажно можно переносить выводить правда 2d информацию для демонстрации на внешние носители интерактивные панели проекторы телевизоры в том числе и отечественные телевизоры которых говорила моя коллега и в принципе везде где мы можем показать внешнюю картинку это делается без особенных проблем в то же время голографическая система позволяет изучать биографические макеты также разрабатывать свой контент ну и как я говорил профессиональный высокопроизводительный компьютер выполняющий самые сложные задачи про инфраструктурные листы обещал сказать оборудование металл деск представлена в инфраструктурных листах на данный момент она поставляется по двести двадцать третьему федеральному закону сорок четвертому и уже включено в приказ министерства просвещения номер пятьсот девяносто номера соответствующих разделов приказа вы видите у себя на экране то есть в разделе вариативного оборудования металл деск уже представлен в этом году металл деск увеличивая локализацию своего продукта за счет создания производства собственных мониторов на собственных производственных мощностях очков с маркерами сможет и будет внесен в реестр российских производителей то есть система повышает свою локализацию чтобы не только софт и ноу-хау были отечественной крупные составляющие части системы это полностью поддерживает направление наше на импортозамещение закрепим в комплекте поставки галлографический монитор рабочая станция средства отображения в смысле средства просмотра очки с клавиатурой мышью предустановленный комплект галлографических макетов и методическое пособие ком рекомендованный комплект поставки 12 рабочих мест примеры использования металл деска в школах можно найти как на сайте производителя так и мы можем предоставить по запросу сейчас не будем на этом останавливаться и вот наши контакты но кстати не все можете писать на электронную почту заходить к нам на сайт звонить по телефонам а также у нас есть аккаунты во всех актуальных социальных сетях в телеграме во вконтакте есть дополнительные сайты учебного центра если у кого-то вдруг этого нет пишите нам в телеграм-канал все контакты мы вам предоставим ну и наверное о прислали вопрос последний вопрос и будем будем значит заканчивать если нужны какие-то особенные демонстрационные материалы где их взять вот это тоже хороший вопрос потому что в силу того что металл деск является российским производителем и не отделен от нас географически как некоторые другие производители и направлен на эволюционный рост они сами обратно рады обратной связи любой если мы четко понимаем что нам нужен например комплект галлографических макетов по основам безопасности жизнедеятельности или по краеведению или еще по каким-то существенным предметам разработчик-производитель готовы разработать эти макеты и добавить в следующее обновление макетов которые установлены на компьютере или разработать их к моменту старта проекта с нетал деск в отдельно взятом учебном заведении или регионе они к этому не просто готовы они на этом нацелены у них свой штат разработчиков программистов 3d визуализаторов и скажем и unity кодеров это все возможно и даже приветствуется наверное все на основные вопросы я ответил система комплектуются да именно картами geforce спасибо большое с вами был антон гораев мы продолжаем онлайн конференцию digis онлайн оставайтесь с нами спасибо вам большое за активность и за внимание всего доброго а